Библейский портал экзегет.ру представляет Ну что ж, дорогие друзья, всех приветствую в актовом зале Срединской духовной семинарии. Наши лекции, беседы по изучению псалтыри записываются в студии портала экзегет на сайте экзегет.ру. В последующем вы сможете найти видеозаписи каждой из бесед по каждому из псалмов, изучаемой псалтыри. Псалом 4. Составителем 4-го псалма традиционно считается Давид. Его имя стоит в надписании псалма, классической жалобной песни, плача от лица человека стесненными врагами. Псалом открывается призывом к Богу услышать молитву, исправить положение вещей. Повторяемая трижды просьба «Услышь меня! Помилуй меня! Услышь молитву мою!» Усугубляет восприятие горящей от претерпеваемых страданий. Мы не знаем о какой тесноте, стесненном месте или о какой скорби, душевном страдании изначально могла идти речь. Псалом передает нам чувство боли, а не размышления над обстоятельствами. Исторически страдания Давида были вызваны его противниками. Однако в молитвенном плаче это не так важно. Если слушатель псалма испытывает те же чувства, что и его автор, значит, они находятся на одной волне. И написанное в древности Давидом становится актуальным для любой плачащей души на все времена. Доколе? Как долго? Этот вопрос поднимается во многих псалмах, написанных в стиле плача. «Доколе, Господи, будешь забывать меня? Доколе, Боже, будет поносить враг? Доколе, Господи, нечестивые будут торжествовать? Доколе, Господи, будешь гневаться? Будешь гневен к молитвам народа твоего?» Эти фразы из разных псалмов плача намекают на то, что страдания длится как бы слишком долго, затянулись. Эти псалмы намекают нам на обращение к Божьей милости и просьбу, наконец, остановить, прекратить источник страданий. Обращаясь к безымянным противникам, автор четвертого псалма упрекает, предупреждает, наставляет их. Они его славу превратили в бесчестие, по-другому подорвали репутацию. «Они любят ложь и пустые слова» — третий стих. Он называет себя благочестивым, хасид, отделенным от них. Бог по-особому с ним обращается и слышит его молитвы. «Наставление врагам, гневаясь, не согрешайте, на первый взгляд кажется провокационным». Греческий глагол «оргидзо» — «гневаться», который, вероятно, повлиял на русский синодальный перевод, может означать сильную эмоциональную реакцию, внешнее проявление негодования действиями других людей или факторов. Буквально перевод с греческого языка этих слов, наверное, звучал бы все-таки так — «гневаясь, не согрешайте». Святитель Иоанн Златоуст называл праведный гнев любомудрием, попечением и распорядительностью, когда человек гневается не ради мести за себя самого, но чтобы остановить других согрешающих. Гневались по Златоусту апостолы Петр и Павел, когда видели грех Анания и Сафиры или Елимы Волхва. Гневается отец на сына, потому что заботится о нем. Хотя гнев внедрен в нас по природе ради борьбы со злом, по святителю Иоанну в то же время «Надо, чтобы грех не сделался в нас страстью и болезнью, надо стремиться к тому, чтобы в нас было неподдельное смирение». Апостол Павел к словам «гневаясь, не согрешайте» прибавляет следующее толкование. «Солнце да не зайдет во гневе вашем». Не стоит отходить ко сну с грехом гнева на душе. Отсюда древняя монашеская традиция. Отходя ко сну, после вечерних молитв просить друг у друга прощения за все, что случалось в течение дня. Древнееврейский оригинал псалма, если переводить буквально, как это сделано в современном русском переводе российского библейского общества, читается несколько иначе. «Трепещите и не грешите». Вместо внешнего проявления негодования, как по греческому оригиналу, в еврейском тексте мы видим намек на самокритику, испытание грешниками своего сердца и молчание уст. Выражение «приносите жертвы правды» также можно интерпретировать в двух направлениях. Буквально речь идет о правильных, установленных по нормам, восходящим к Моисею, жертвоприношениях, в противовес языческим неправильным жертвоприношениям. Слово «зебах» древнееврейское, которое здесь употребляется, является техническим термином из пятикнижия для обозначения общественного жертвоприношения овец, козлов или тельцов, которое было видимым знаком связи между Богом и его народом. В переносном смысле принесение жертвы правды – это такой подход к совершению любой добродетели, который требует от благотворителя, по блаженному Иоанну Завтоуству, духовной работы над собой, ориентацию на то, чтобы приобретать не частные виды добродетелей в мелочах, а добродетельность вообще как стиль жизни, чистую веру и добрые дела. Далее в псалме звучит просьба к Богу принести процветание и радость не только псалмопевцу, но и многим людям. То благо, о котором здесь идет речь, является и духовным, и материальным. Загадочные слова «яви нам свет лица твоего, Господи» содержат терминологию священнических благословений. При произнесении подобных слов священниками сыны Израилевы рассчитывали снискать от Бога его благожелательность, а она, в свою очередь, выражалась в том числе и в материальном благополучии. Бог исполняет мое сердце радостью, умножая у меня в доме хлеб и вино. Восьмой стих четвертого псалма. Данный формат псалма, говорящий о благодарности за посланные Богом хлеб и вино, и сейчас читается в православных монастырях в качестве благодарственной молитвы после вечерней трапезы. При этом, по Иоанн Златоусту, никакой плотской радости от выпивания вина здесь речи не идет. Слова «ты исполнил сердце мое весельем» по святителю означает «научил меня любомудрствовать, презирать предметы житейские, возвысил меня добрыми надеждами и руководил к будущей жизни». Несмотря на жалобное начало, четвертый псалом, как и предыдущий, завершается на оптимистической ноте. Оставляя в стороне душевные муки, псалмопевец остается верным Богу. Он осознает, что безопасность может дать только Бог, потому спокойно отходит ко сну. Как полагают современные исследователи, данный псалом можно считать вечерней молитвой, как на это намекает последний стих «Спокойно ложусь я и сплю». Если мы уверены в Боге, то, несмотря на все внешние опасности, мы можем ночью спать спокойно, зная, что Бог позаботится о нас. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...